Девушки отдыхают Через безумство и убийство Моё имя Кэр Моё имя Конок Моё имя Маркус Это наша история Здравствуйте подписчики, здравствуйте зрители, здравствуй Паша С вами я Кирилл Ржевский И продолжаю проходить Detroit Become Human уже седьмая серия Значит сразу, сразу всем скажу, всех предупреждаю Чтобы потом не было вопросов Мой друг Паша поймал меня И мне пришлось Пришлось снова Как и в первый раз Перепройти тот фрагмент Тот момент с допросом Конора, этого девианта Пришлось перепройти И сделать такой исход Чтобы Конор умер Чтобы Конор был убит Пришлось Паша начал ругаться Что так делать нельзя Что если в первый раз Конора убили Не нужно было перепроходить Типа так Не должно было случиться Нужно Не Переигрывать Это будет уже неправильно В таких играх Как вот Detroit там Или Life is Strange там Или ещё что Так что пришлось мне сделать Всё как в первый раз Но не совсем Да Я переигрываю сейчас С тем исходом Что Конора Всё-таки Девиант убил Конора и себя Но Я открыл кое-что новое К сожалению Здесь я вам это Не покажу Но я вам скажу вкратце Я Получается Провёл опрос В прошлой серии Если вы помните Я просто Как бы сказать Проник в его память Но Допрос я не провёл Не провёл допрос Получается В итоге Он Получается Себя убил А Конора Оставил в живых Вот Потому что я нажал Не вмешиваться Не вмешиваться То есть сдаться И он убил Только себя Но В этот раз Я перепрошёл С тем исходом Что я И допрос провёл успешно И проник в его память Но Конора Он убил Потому что я нажал Вмешаться Так что Сейчас мы проходим Дальше Игру С тем исходом Что Конор Убит Но Допрос проведён Успешно И посмотрим Что же нас ожидает Я прошу прощения Что я переиграл Так делать было нельзя Паша Мне уже сказал И теперь Собственно Мы проходим Дальше Дальше проходим Играем за Кэру Я прошу прощения Что забалаболил Что пришлось Так сильно Выложиться Пришлось Всё Пробаламутить Застопориться Но Я вам Суть всю Объяснил И теперь Мы проходим Дальше И куда же Тут идти Я не знаю В принципе Да и не вижу Поскольку Уграю днём Когда у меня Светит солнце А здесь Ночью Идёт дождь Алиса Уже замёрзла Мы в прошлой серии Открыли дверь Мы Нас выгнали Из автобуса Не разрешили В нём Ночевать И мы Искали Там дверь На парковке И спрашивали У некоторых Андроидов Что делать Но в них Ничего Не нашлось Другой Андроид Сказал Что вы можете Переночевать В другом конце Города А Кэра Сказал Что нужно Это делать Уже Сейчас Так Давайте Осмотрим Так что Вот так Я ещё раз Прошу Ну да Ну что делать Всего Одна ночь И тут Нас Не будут Искать Где-то Надо Ночевать В любом Случа Так что Вот так Я застопорился Начало Было Затянуто Сегодняшнее Да Но так Нужно Было Чтобы Вам Всё Объяснить Народ Друзья Подписчики Меня Смотрят Так Что же Делать Сейчас Я что-то Не понимаю Стоп Мы вроде Подошли К воротам А Что-то Ушли Назад Зачем-то Короче Вот мы Играем Дальше Конор Убит Да Он убит Посмотрим Что это Нам даст Я очень Не хотел Очень Не хотел Кусачек У нас Кусачек Нет Я очень Не хотел Чтобы Конор Был убит Я не знал Что при таком Варианте Убьют Конора Если бы я знал Я конечно Такого Не допустил Но к сожалению К сожалению Паша Сказал что так делать Нельзя Нужно играть И Не переигрывать Определенные ситуации Не переигрывать В этом тогда Не будет смысла В этой игре Тогда Если будем переигрывать Нам нужно найти С вами кусачки А вот где их искать Это Не знаю Где их искать Так что Давайте собственно Их искать Я не знаю Где искать кусачки Народ Не знаю Давайте ходить Шаркс Может быть они есть В какой-то машине Может они в фургончике Есть в грузовичке Тут пока я ничего не вижу Может они здесь А вот что-то здесь Может есть Я говорю В машине Может они есть Давайте осмотрим Я пока ничего Вроде брошенное Пока ничего не вижу Давайте Взломаем На Так отойди-ка Щетка Аля GTA 5 GTA 4 Ну так они в GTA 5 И в GTA 4 Это машины В принципе И взламывали Хотя Не в GTA 5 Как-то они Автоматически Открыли Не Самый Главный герой А в GTA 5 Они взламывали В GTA 4 Тоже взламывали Взламывали стекла И проще Ну что нажать-то? Сейчас опять выберу Не то, блять Паша не скажет Ну хуя ты выбрала Это надо было Искать дальше Давай искать дальше Чуть Ладно Идем отсюда Так я думал Она открыла Эту машину Серью Найти здесь кусачки Я думал В этом смысле А не чтобы Здесь остаться Ночевать Кэра Ну посмотри Может здесь Кусачки есть Какие-то Остаться Давай остаться Здесь Мы переночуем Здесь Сейчас нам важно Спрятаться Всего одна ночь Капец 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 Чё ещё могу сказать Да Вот такие вот бывают Обстоятельства в жизни Что приходится Ночевать хуй пойми Где Делать хуй пойми Что Заниматься хуй пойми Чем Ну да Согреть Алису Начинается опять Ай Начинается Эта хуйня Опять Ну блять Заебала Реально Роз Чё ж ты частоты Сбрасываешь Чё ты сбрасываешь Частоты Не в тебе дело Алиса Она обвинит себя Не в ней дело Дело в самом Её бате Её батя Скорее всего Это Короче Я так думаю Моё мнение Смерть жены Раздавила его Он стал пить Он стал наркоманом Из-за этого Стал из-за этого Срываться Стал Срываться На девчонки И поэтому Произошла Такая Извиняюсь за мат Хуйня Что он стал Срываться На ней Не то что срываться А бить Дочь Маленькую дочь Бить Это вообще Это просто Немыслимо И разумеется Он стал таким Поэтому Не в тебе Алиса Дело Он сука Почему нельзя Просто жить Этого я не знаю Ты ведь Меня не оставишь Обещай Что не уйдёшь Конечно Обещаю Я обещаю Мы с тобой Всегда Будем вместе Всегда Я такую Девочку Бы не бросил Никогда Так что Отвечаю Не от неё А чисто От себя Что я её Не брошу Если конечно Игра Даст Не бросит Кто его знает Какие там ещё События Произойдут Да Вот так Вот Именно Вот так Вот такая Незамысловатая Сценка Наверное Даже зря Наверное Даже зря В прошлой серии Я это Не доиграл Надо было Доиграть В принципе Тут оставалось Чуть-чуть Но я этого Не знал Алиса и Кэра Заночевали В брошенной машине Но тут Непонятно Что тут показывают Ни замочек Открытый Ни Скелетик Ничего не показывают То есть Как мы Правильно ли мы Сделали Неправильно Или нам Нужно было Что-то ещё Искать То есть Непонятно Ладно Продолжим Дальше Что делать 6 ноября 2038 года 3-3-4 Три ночи Это кто? Это кто? Это что? Девиан Что-ли Улики Что за улики? 4 улики Звуковой процессор Повреждённые Звуковые данные Повреждено Оптический блок Нарушенное зрение Повреждённые Чертоги разума Так это кто вообще? Это не Маркус Если чё Не пойму Регулятор Дериумного Насоса Ой блять Слова Все системы работают В энергосберегающем Режиме Неисправность Левая и правая нога Отсутствует Невозможно Встать на ноги Похоже на Марку С чем-то походит Я не знаю кто это Заменить ноги Уползти Что делать Я не пойму За кого мы вообще Играем За кого мы вообще В принципе Играем Народ Я не понимаю Пока То есть за кого-то Больше на Конора Похож Правда на Конора Ой на Конора На Маркуса Больше похоже Больше похоже На Маркуса Компонент Правая нога Перевернуться Да Это походу Маркус Да Это Маркус Снять Вот это Куты Взять Вставить Я бы с радостью Мне вставлять Не в кого Ну девушки нет Ладно Это я шучу Как он оказался В таком состоянии Последнее Что мы помним Это Стрельбу Под лицей В Маркуса Когда Они застукали Его за убийством Этого Лео Или как там его зовут Сынка Карла Насколько я помню Потом Произошел выстрел И все И черный экран Дальше ничего не произошло Дальше непонятно Что-то как У Е Оттолкнуть Что такое Это вообще сон Или что-то такое Вообще изучить Левая нога Совместим Перевернуться Вот этому сейчас Непонятно Что-то такое Взять Вставить Теперь уже можем встать Блядь Надо быстро То есть удерживать Надо удерживать Выбраться со свалки Давайте осмотрим Скорее всего Ну блин Зачем ты даже Похож Только по-моему Маркус был не совсем лысый Или лысый Я не помню Совсем прям На 100% Его прическу Но скорее всего Нам нужно в другую сторону Идти Народ Ведь я могу ошибаться Не смейся Не смейся Не смейся Если я ошибаюсь Что там Кто это такой Я могу ошибаться Ну блин Если это У нас три главных героя Конор Кера И Маркус Если это не Кера Точно И точно не Конор Потому что он убит То это точно Должен быть Маркус Логично Ну Ку Ку не работает Таб Тоже не работает Куда нам идти Это конечно вопрос Непонятно Что с ним вообще стало Я кажется знаю Что с ним стало Это скорее всего В него когда стрельнули Тогда Ну в доме у Карла Его походу разобрали Карл разозлился За убийство сына Его разобрали И кинули на свалку Он собрался Мне кажется так Я так думаю Я собираю картину Как на самом деле Там я не знаю Честно Честно я не знаю Уход это свалка Свалка Этих всех андроидов Покалечена Ну я так думаю Блядь Кого блядь Ты рехнулся что ли Мужик ты че рехнулся Что за Эриху Что за Эриху Ёлла Пауф Капец В Или нужно удерживать Нет Нужно именно Нажимать Несколько раз Многократно Куда ты идешь А вот че делать Некоторые гуды Непонятные Блядь Ну да Похоже это брошенные Все андроиды Которых походу Либо Разобрали Либо просто бросили Либо отключили у них питание Там Либо что я не знаю Заменить детали Что то я пропустил Сбитый Весь сбитый Смотрите Обработка данных Несовместима Ну вообще в принципе Так по сути Если думать Подумать То если Конор убит В прошлой серии То по идее Его тоже сюда должны были выбросить По идее я так думаю И мы должны по-любому Здесь его найти Я так думаю Не знаю Как он будет На самом деле Что за хуйня происходит Это все по сути Девианты По сути Девианты Они же все Уже испорченные Ну Испорченный андроид Это Девиант У меня есть Мой личный синоним Синоним личный Это испорченный андроид Это Девиант Равносильно По мне Так ну давайте посмотрим Куда тут дальше идти Убьем Это что такое Это Синтризация данных Оптический блок Функционирует Дальше Куда Так Наверное Может быть сюда Что тут еще Синим подсвечивается Не знаю Мне этот момент Очень сильно Напоминает GTA 4 Когда Нику Пьяный ходил Реально напоминает Серьезно Тоже так Дергается камера Мерцает экран То есть в разные стороны Статуя свободы Или что это Статуя свободы В Нью-Йорке Тоже блять Напоминает Реально Серьезно Напоминает В этом плане Но здесь Совершенно другой Мотив Другой сюжет Так что Сравнивать Эти две игры Глупо Абсолютно Глупо Совместимо Звукового процесса Поднять Блин Я не засек А Я секундомер Забыл Сечь Народ Забыл Сечь Секундомер Оптический блок Это Маркус Да Но Сто процентов Вставить Капец Ну вообще Карл на самом деле Сука Я так скажу Что так громко Карл сука Потому что Он Что он вот натворил То есть Блять Помоги 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 Ему Блять Во всем Он взял И разобрал Ну это вообще Конечно Блять Не Ну Вообще Тупость Его по отношению К Маркусу Я его за это Вообще Стану ненавидеть За такую хуйню Помогаешь Да сынок Да Пришлось убить Но сам сынок Твой виноват Блять Регулятор Триумфного насоса Сам виноват Реально Твой сынок Чё Маркус Ты сразу виноват Чё знакомо Оптический блок Встать Блин Ну я не знаю Сколько нам здесь Ещё ходить придётся Честно Я не знаю Я не знаю Может быть Если бы мы Конора оставили В живых Может быть Такого Такого Вообще бы не было А не Такое было бы По-любому Потому что Маркусу расстреляли Вообще В принципе Можно было бы Как-то договориться С этого Лео не убивать Возможно Здесь бы мы не оказались Я так думаю Что это Проверить Такие дела Народ Да Такие дела Оптический блок Вытащить Хватит Вот тебе и сбой Вот тебе и сбой Повыкидывали Блин машину Охренели Вот что теперь Вот как теперь Быть Что теперь делать Непонятно Найти регулятор насоса Вот что теперь Вот как теперь Быть вообще Просканировать А Теперь мы можем Сканировать А вот походу Ну это уже Облегчает задачу Теперь нам понятно Хотя бы куда идти Это все понятно Становится Это плюс Проанализировать Ой Нерадужные Вести Нерадужные События Заменить Поврежденные Детали Ну хорошо Ну так дайте мне Сначала Понять Где там Да что Так а я Что сделал Так Сори Осмотреть Регулятор Териумфного Насоса Териумфного Насоса Взять Ведем Да Ну что Е Вставить Когда вот эти точки Появляются Тогда нужно Вводить мышкой Начинать Чтоб попасть В этот Самый Статус Кута Забраться По склону Ну теперь мы Полностью По сути Восстановились Нам осталось Только Отсюда Выбраться Как-то Да Осталось Только Выбраться Залезть Мне интересно Как мы будем Законно Поостанавливаться Начинается Начинается Опять Сука В С Ку Пробел Пробег Е Ку Стрелка Вверх Нажимай Давай Трочись Все правильно Вот Другое дело Теперь Другое Дело С Маркусом Нам удалось Восстановиться Только Куда Вот Теперь Идти Непонятно Но уж точно Не к Карлу К этому Предателю Уж точно Не к нему Вроде Казался Хороший Мужик Казался А потом В итоге Показался Пидорасом Ну реально Блин Как он мог Вообще Скотина Как он мог Оторвать А не рано ли Чип Чип Какой Вставлю Это чип Который Показывает Андроида Кто ты Есть То есть Синенький Чип Ты нормальный Андроид Красненький Чип Ты скорее Судивиант Или Испорченный Андроид Ну это уже И так Понятно Начали Игры Да Маркус Вот такая С тобой Хуйня Дальше Любимый Из главных Героев Жив Или это что Рай что ли Рай для Андроидов Непонятно Что это такое Разыскать Аманду Аманда Это же по моему Та вот эта бабка Ну не бабка Ну вот эта вот Ну не гритянка Которая в начале В начале представления Появлялась в моих видео По моему Если не ошибаюсь Или нет Я не знаю Кто такая Аманда Я не пойму Кто это Разыскать Аманду Нет Наверное Или это все таки Рай для Андроидов Я не понимаю Что это такое Пока что для меня Это секрет Ну вообще По сути Это может быть Рай Потому что Коннор-то Его же Он же убит А просто появился Из ниоткуда Получается Непонятно То ли во сне То ли Я не знаю Андроидам Снятся ли Андроидам Сны какие-то Или вообще что Непонятно Похоже место на рай Какое-то на рай Какое-то рай Похоже место Серьезно Белые птицы летают Белые голуби Какие-то Люди В белом В белых одеяниях Так скажем Что это за Поговорить Точно Это самая баба Да Не критянка Вот это вот В начале катсцены Ан Слушай Здравствуйте Аман Конно Рада тебя видеть Твой предшественник Был к сожалению Уничтожен Да Девианты Непредсказуемы Но все же И он был Слишком Беспечен Надеюсь Ты не повторишь Этой ошибки Ни в коем случае При уничтожении Конно Его память Копируется На другой носитель Но Часть данных Может быть потеряна Так что Будь осторожен Так будет лучше Для тебя И для расследования Я понимаю Допрос был Очень Непростым Что ты думаешь О Девианте После насилия Со стороны Хозяина Андроид Демонстрировал Признаки Посттравматического Синдрома Как будто Ему переписали Программу Этот Лейтенант Андерсон Был назначен Вести дела О Девиантах Что ты о нем Думаешь Он раздражителен Имеет проблемы В общении Но полагаю Он был хорошим Детективом Он был Неотребующая личность Он есть К сожалению Нам придется С ним работать Каким будет Оптимальный подход Я постараюсь Наладить с ним Дружеские отношения Если добьюсь Его доверия Это поможет Расследованию Все больше Андроидов Демонстрируют Признаки Девиации Их выпущено Несколько миллионов Если они выйдут Из повиновения Последствия Будут ужасны Ты самый Передовой Прототип В линейке Киберлайф Если кто И разберется В причинах То это ты Вы можете На меня положиться Продолжи Расследование Предыдущего Коннора И выясни В чем дело Ебать Как для меня Это один Тот же Коннор Торопись Коннор Время немало Блин Мой самый любимый Персонаж Реально Реально Самый любимый Персонаж Я не знаю Чем мне нравится Но что-то мне нравится И внешности нравится И своим характером нравится И вообще Всем нравится Нам нужно Разыскать Лейтенанта Андерсона Давайте еще Немножко За Коннора Поиграем И Я думаю Можно заканчивать В принципе Мы тут уже И за Кэру И за Маркуса Вот за Коннора Поиграем Да Да Народ Не пришлось Как в случае С Маркусом Нам себя строить Заново Просто появился Тупо Новый Коннор Да Такие дела Я даже И не думал Что так оно Получится Не надо Переигрывать Значит Такая ситуация И должна была Произойти Которая была В начале Когда Коннор Был Убит Я зря Переиграл Вот я Переиграл В обратную Сторону Как я вам В начале Видео Рассказал Собственно Вот так Да Вам помочь? Я пришел К лейтенанту Андерсон Вы авторизованы? Да Может ты с ней По другому Соединишься? Лейтенант Еще не пришел Подождите его На рабочем месте Такие вот дела Такие вот дела Ну что же Коннор Давай Начнем Путешествовать С тобой По новой Смотрите Написано 2038 год То есть Это 38 год Сейчас у нас С вами В реальной жизни 21 год 2021 2038 Смотрите Как все Изменилось Будущее Смотрите Неужели В реальной жизни Будет так же Я В принципе Не отрицаю Но такое Реально возможно Серьезно Напишите в комментариях Что вы считаете Сколько столов Из них Нужно понять Какой стол Андерсона Так Коннор Ты же по-моему Был у него У Андерсона В кабинете Когда-то Или не был Не помню Коллинз Не тот Вот Андерсон Нашли Так народ Давайте Так давайте Наверное Дойдем до следующего Сохранения Автосохранения И Уже будем Заканчивать Я не знаю Сколько мы Играем Но сегодня Мы уже достаточно Прошли Так в принципе Хорошо Нормально Присядем И подождем Этого Андерсона Да Именно так Осмотреть Новый офис Встать Давайте 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 Что делать Что делать Пока Мы ждем Андерсона Что делать Не хуже Дрочить Сидеть А осмотреть Именно Новый Офис Так Ой Не то Нажимаем Осмотреть Его стол Осмотреть Полицейский Участок А это Что такое О Какая-то Опять Файл Какой-то Три Закона Робовоспитания Семейная Жизнь Стала Проще Некуда Давайте Почитаем Что Три Закона Робовоспитания Семейная Жизнь Стала Проще Некуда Когда Киберлай Выпустил На линейку Детей Общество Скептически Восприняло Идею Покупки Семьи Теперь Эта коллекция Одна из Самых Востребованных Но чему тут Удивляться Внешность Настраиваемая Светодиод Съемный Не нужно Кормить Не нужно Тратить Деньги На Нянек Не нужно Покупать Новую Одежду А главное Не нужно Возиться С вонючими Подгузниками Идеальный Ребенок Находится На расстоянии Одного Челчка Мышью От вас Если вы Захотите От него Отдохнуть Достаточно Нажать На одну Кнопку Тут И младенец Разберется Это готовое Решение Для родителей Ориентированных На построение Карьеры Тех Кто не может Зачать Ребенка И тех Кто уже Воспитал Своих Детей Но Скучает В опустошевшем Доме При уровне Безработицы В 37,3% Отдать 7,5 Тысяч Долларов За ребенка Который Не будет Испытывать Трудности Переходного Периода И не потребует Огромных Расходов На обучение Кажется Довольно Мудрым Решением По сравнению С необходимостью Потратить Более 350 Тысяч Долларов За 17 Лет Кроме Того Теперь Это больше Не обязанность Которую Вы берете На себя На всю Оставшуюся Жизнь Однако Социолог Мэри Уоллес Утверждает Что из-за Этих Андроидов Все меньше Людей Заводит Детей А ведь Коэффициент Рождаемости И без этого Невероятно Низок И называет Эту новую Тенденцию Анти Бэйби Бум Джейсон Граф Директор Отдела Очеловечивание Считает Причиной Подобных Высказываний Обычную Боязнь Прогресса А новых Андроидов Называет Высшим Достижением В сфере Очеловечивания Ну Это его Мнение Следующее Открываем Иванов Говорит Нет Наследие Земли Достигло 10 миллиардов Российский Президент Отвечает На Предупреждение Уоррен Какой российский Президент Иванов Российский Президент Путин Наверное Не стали Палить Путина Могла Поступить Бежалоба За то Что Путин Палит В играх Скорее Всего Поэтому Оставить Кого-то Иванова Самая Распространенная Фамилия Иванов Российский Президент Иванов Дал ответ На требования Президента Уорреса Ну Опять же Президента Уорреса Скорее Не существует Где-то Там Немедленно Вывести Все Российские Войска Из Арктики Иванов Назвал Эти слова Ворон Дипломатией Рупора И заявил Что главная Угроза Для стабильности В этом районе Разжигание Американской Военной Истерии Истерии Что завести Может истерики Кремль Опубликовал Подробное Заявление С обоснованием Претензий России На данную Территорию А Иванов По его словам Хотел бы Напомнить Президенту Уоррес Что Соединенные Штаты Как и любая Другая Страна Обязаны Соблюдать Конвенции ООН Конфликт Не утихает Опять же Президент США Не Уоррен Никакой Вот Президент США Самый Ну Был Обама Стал какой-то Еще Я забыл Фамилию Забыл Фамилию Этого Нового президента США Точно это не Уоррен И президент России Не Иванов Ну конечно же Понятное дело Что тут если бы они поставили Реальных Имена Реальных президентов Скорее всего последовали бы Проблемы У разработчиков Поэтому они не поставили Реальных президентов Ну все Давайте положим Эту книгу Ну такие Дипломатичные рассказы Дипломатичные дела Такие экономически Дипломатичные Так скажем Куда нам дальше Дойти Поэтому уже все Осмотрели Прочитали Вроде прочитали А желтая дверца Не утихает Поговорить Ничего себе Тебя уже починили К сожалению Мой предшественник Не подлежал ремонту Я новый Конно Новый Конно У вас там время Не зря Не теряется Заебись Тебя вряд ли обрадуется Ты гляньте Вообще Высказываюсь Народ Дети Отключайте звук Быстрее Сейчас материться Буду Сейчас мамка Задет в комнату Чего ты там смотришь Матершинника этого Она выключает Это видео Ладно Так Мама Петя Не ругайтесь На вашего сына Пусть меня смотрит Я все правильно говорю Ну матерюсь И тогда ничего страшного Так Давайте Что там еще Смотреть Да вы стол же уже осмотрели А Смотреть его стол Стол этого самого Стол Андерсона Именно Ну Андерсон уже здесь Вот Так вот же стол Андерсона Так что мы его осматриваем Стол как стол Как и у всех Какая-то китаяночка сидит Ну что дальше-то делать Непонятно Читать Ну мы уже это читали Или это же другое Да-да-да Мы уже это читали Так Что еще-то Так давайте посмотрим еще Что я вообще ничего не понимаю А вот что-то Вот что-то лежит Слушать Сейчас дадим сохранение И заканчиваем Народ Эту серию Воспроизвести Лицари черной смерти Хэви метал Нормально Ну что ты Коннор Ну что ты слушай дальше Это же прикольно Позвонить Звонок Хэнку Андерсону Привет, это Хэнк Пока не могу ответить Оставьте сообщение Если приспичило Нам перезвонить Необещанное Бейп Короче Блин, по шенде Поместить руку Оставить сообщение Лейтенант Андерсон Это Коннор Андроид из компании Киберлай Я жду вас в офисе Уже почти 12 Хэх Андерсон, это охуеет Тебя здесь увидим Живого, блядь, здорового Лейтенант Моё имя Коннор Андроид из компании Киберлай Я потяню его лицо Мой предшественник Был, увы, уничтожен Но его память Переписали на другой носитель Это я Тот инцидент Не повлияет На ход расследования О, господи Хэнк Он бахает Иди-ка сюда Пиздец Что происходит Наконец-то лицо было Видели его лицо народ Он охуел, блядь На самом деле Неудивительно 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 Так, что дальше там Смотреть стол Послушать брифинг Какой брифинг? Давайте, наверное, войдем сюда Ну, какая-нибудь бабка потеряла Но теперь Речь идет о нападениях И даже убийствах Как, например, вчера Это уже касается Не только киберлайф Это уголовное расследование И надо что-то делать Пока мы не в полной жопе Я поручаю тебе эти дела Выясни, есть ли связь Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране Я хуже всех подхожу для этой работы Да я ни хера не знаю Об андроидах, Джеффер Я едва могу телефон свой настроить Но все перегружены И я считаю, ты прекрасно способен С этим справиться Брехня Просто никто не хочет Заниматься этими гребанными андроидами Вот ты и спихиваешь на меня Из киберлайф прислали андроида В помощь расследованию Это революционный прототип Будет твоим напарником Нет уж нахрен Не нужен мне напарник А уж особенно пластмассовый урод Хэнк, давай-ка не испытывай Мое терпение Я тут старший по званию И ты должен меня слушать Не забыв заткнуть свою пасть Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, ладно Я сделаю вид, что не слышал Чтобы не добавлять очередной выговор В твое личное дело Которое уже тянет на толстенный роман И этот разговор закончен Господи, Джеффри Ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят Что я тебе сделал? Больше Мне надоело слушать твое нытье Либо идти работай Либо значок на стол А теперь, если позволишь Я делом займусь У меня нет уверенности, что лейтенант Тадерсон Наилучшая кандидатура для этого дела Так Еще не хватало, чтобы робот учил меня что делать Пошел вон отсюда А что нахрен? Слышь! С вашего дня, капитан Ты охуел, блядь, Коннора посылает Моего любимчика посылает А ладно Уже ничего Поговорить с Хэнком Пока что-то Кружочек синенький В правом верхнем углу экрана Не проворачивается Я хуй его знает Когда сохранение будет авто Что-то Поговорить с Хэнком Где бы его еще найти Наверное на своем рабочем месте Или еще Вообще здесь надо его по идее искать А, да, вон он сидит По-моему это он Да, вон он сидит Вон он сидит Давайте что там Поговорим Понимающий, прагматично, конструктивно Конструктивного Для меня честь работать с вами, лейтенант Мы будем отличной командой Мы напарники И следует узнать друг друга получше Так или иначе Я хочу сказать, что Очень рад работать с вами Мы будем отличной командой Он заебан Вон он Ну характер такой у него Он коп У всех копов Большинство копов Такой характер Это нормально Это нормально, что он так ко всему относится В целом он нормальный мужик Просто он заебан Реально заебан Таким начальником И всем прочим Реально заебан просто Поэтому он такой А так в принципе он нормальный мужик Этот Андерсон по сути По сути вещей Вы давно знаете капитана Паулера Да Слишком Хотел спросить Вы всегда приходите на работу в это время Прихожу как прихожу Хватит уже ко мне цепляться Вы слушаете вы Вы слушаете рыцарь Черной смерти Это хорошая музыка В ней много энергии Ты слушаешь Хэви Мэтл? Ну не то чтобы я вообще слушаю музыку О, синенькие хуйня, вот это вот, типа, хорошо, что мы так сделали, синим цветом. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянула. Терминал у тебя на столе, наслаждайся. Получить доступ. НСЕ, происшествие, жертва. Отчет доставил, дело ведет, статус делал, открыт, обещайся. Потерпевший утверждает, что оставил андроид дома, как обычно, и пошел на работу. По возвращении он обнаружил, что у андроид отсутствуют следы взлома отсутствуют. Возможно, андроид покинул квартиру без соответствующего распоряжения. Потерпевший менеджер клуба Rai сообщил о... необъяснимом исчезновении секс-андроида. Ну я, серьезно. Модели VWR400641-7908. Указанный андроид сопроводил клиента домой и не вернулся в клуб. Сканирует себе файлы. Ебать, что-то читать, блядь, было. Да ну нахуй. Начинается. Сука, хорош. Наконец-то, я уже, блядь, обосрался, думал. Падает. Падает частота. Просто падает. Куева знает, почему она падает. Если вас эта ситуация не устраивает, оповестите об этом руководство, и пусть не дадут другого напарку. Я сам разберу, что мне делать. Держи свое ценное мнение при себе и отвянь от меня. Мне назначили выполнять расследование. А не сидите ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк. Было бы... Всех вас сумел башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели АХ-400, вчера напавшей на человека. Ее недавно видели в Ривенбейле. Хорошо. Пиздец, ну. Хэнк ебнулся, реально ебнулся. Конор, не бери близко к сердцу эту хуйню. Все нормально будет. В ожидании Хэнка. Хэнк ебнулся. Кто с ним? Хэнк ебнулся. Готовь. Хэнк ебнулся. Хэнк ебнулся. Я думал. Опять начинается, да ёлла-палая, вроде, я не понимаю, на что я так это самое, что так я сделал, процессор. Купили нормальный прос, частота 2.9, 6 ядер, в компьютере работает на частоте 4, 4, даже не 2.9, а 4, в итоге он её сбрасывает в определённых местах, в этой игре конкретно. То есть, в Ре-7, в Ре-8, в Ре-8 новая игра, Ре-Виллэш, вообще не сбрасывает частоты прос. Тут он их сбрасывает, я хуй знаю, почему он сбрасывает их частоты в определённых моментах. Причём, когда ты эти моменты определённые переигрываешь, он работает нормально. Именно в самый первый раз, я прохожу эту игру самый первый раз, именно в этих моментах он их сбрасывает частоты в определённых местах. Я хуй знаю, почему, народ. Просто не обращайте на это внимания или перемотайте до момента, когда лаги проходят. Так что вот так вот. Вот. Такие дела. Ну что же, у Хэнка есть зацепка, собственно, такие дела. Но, как мы видим, закрытый замочек красный. Это значит, что мы могли ещё добиться другого исхода. Возможно, этот исход был бы в том положении, что Хэнк бы Конора не взял бы за шкирку и не начал бы на него вешаться. Вот. Просто я сделал такой выбор, так скажем. Ну что же, народ. Я думаю, на этом можно заканчивать. Седьмая серия подходит к концу. Надеюсь, вам она понравилась. Очень я рад. Произошло многочисленное количество событий. За Кэру мы, собственно, нашли солисты, где переночевать. За Маркуса мы восстановились. Да, наконец-то было сложно. Мы искали много запчастей, чтобы восстановиться. Но мы это сделали. А за Конора мы снова в живых. Мы снова продолжаем все расследования. Все в ахуе. Все на ушах. Но Конор жив. Это меня больше всего радует. Но если бы он тогда был жив. В том выборе. В допросе. То, возможно, той кат-сцены, той ситуации с этой самой... Забыл, какую-то девушку зовут. Ну, вот эту вот нехритянку. Возможно, ее вообще бы не было. То есть, нового андроида Конора бы вообще не направили. Ну что же, все. Вот так вот я разобнулся. Прошу прощения. Что так вот долго балаболю. Все. Это была седьмая серия, народ. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте оценки. С вами был Кирилл Жевский. Увидимся в следующей серии. Всем желаю успехов. Всем желаю удачи. И всем пока.